К финансовой отчетности Дональда Трампа продираются через суды К финансовой отчетности Дональда Трампа продираются через суды Нью-Йоркский суд разрешил Deutsche Bank предоставить документы Конгрессу США Коммерсант от 23 мая 2019 года 15-16 суд Манхэттина постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут передать документы о финансовой отчетности Дональда Трампа по запросу Конгресса США Накануне аналогичное решение принял и суд в Вашингтоне Это может сдвинуть с мертвой точки процесс раскрытия финансовой отчетности Дональда Трампа который всячески противится этому и даже подал иски в суды чтобы заблокировать передачу информации конгрессменам Вчера судья округа Манхэттина Эдгарда Рамес заявил об отказе адвокатам Дональда Трампа которые требовали запретить обслуживавшим нынешнего президента банком раскрыть его финансовую отчетность по запросу Конгресса США Комитет Палаты представителей по разведке и финансовым услугам потребовал от Deutsche Bank и Capital One предоставить ему документы в рамках расследования о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 года Чтобы воспрепятствовать этому, Дональд Трамп через адвокатов обратился в суды, где заявил, что передача этих документов в комитет не имеет какой-либо цели, необходимой для законодательной деятельности Однако судья Рамес заявил, что, хотя эти запросы являются довольно общими, они тем не менее уместны и применимы к деятельности Конгресса и комитетов Двумя днями ранее суд Вашингтона постановил, что финансово-консалтинговая компания Мазис, обслуживавшая Дональда Трампа, также должна передать информацию о его счетах и движении по ним в соответствии с запросом Конгресса США Как к многочисленным проблемам Дональда Трампа добавилась, налоговые адвокаты Дональда Трампа не стали комментировать решение суда, пообещав лишь подать на него апелляцию В свою очередь, Deutsche Bank заявил, что не будет оспаривать решение суда Мы готовы предоставить соответствующую информацию всем сторонам, проводящим официальное расследование, и подчиниться решениям суда в отношении таких расследований Американские СМИ отмечают, что наибольшую ценность могут представлять данные именно из Deutsche Bank Сообщается, что этот банк долгое время был основным кредитором Дональда Трампа Тогда как другие банки избегали давать ему деньги в долг из-за того, что его компании несколько раз оказывались на грани банкротства Евгений Хвостик Зачем Дональда Трампа попросили предъявить налоговые документы? Президенту США Дональду Трампу могут запретить выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020 года, если он не обнародует свои налоговые декларации Такой законопроект в марте принял Сенат штата Вашингтон По решению сенаторов, имя кандидата, отказавшегося раскрыть налоговые данные, не может быть внесено в избирательные бюллетени в штате Генеральный прокурор признал новый закон соответствующим Конституции, но предупредил, что он может быть оспорен в судах Читать далее